Вот я каждый вечер наливаю бутылку воды, горячей воды, чтобы согреться мне. 85-летняя Екатерина Синельникова замерзает в своей квартире. Её спасение – пластиковые бутылки. Вечером женщина греет на печке ведро воды и разливает её по бутылкам. Их она аккуратно распределяет по кровати. И уснуть пытается в обнимку с такой своеобразной грелкой. Я кругом вложусь, ноги тоже надо вложить. Они у меня до колен валят, до страсти валят. А теперь не знаю, как вот доживать-то. Екатерина Синельникова так бы не мерзла, если бы за стенкой были соседи. Но дом пуст. В соседней квартире 6 лет уже никто не живёт. Шлако-засыпной дом был построен в 30-х годах прошлого века. Он настолько непригоден для проживания, что жильцы и первого этажа, и второго отсюда уехали. Пенсионерке деваться некуда. Одна надежда на внучку Лилию, которая дважды в день проведает бабушку. Бабушка, здравствуй. Здравствуй. Как дела? А что, плохо? Заболела. Колонка с водой в 200 метрах от дома. Крыша бежит. Обычного деревянного туалета нет. Просьбы престарелой женщины коммунальщики оставляют без ответа. А ведь хозяйка квартиры исправно за неё платит. Управляющая компания считает дом ветхим и денег на него не тратит. Хотя по бумагам он с каждым годом молодеет. В своё время БТИ давал оценку этого дома 81%. А в 2012 году я пошла, они мне дали оценку дома 69 только процентов. Куда что девалось, непонятно. Как дом стал новый, мы тоже понять не можем. Общий стаж Екатерины Синельниковой и в колхозе на производстве 44 года и 25 дней. Пенсионерка имеет удостоверение ветерана Великой Отечественной войны. Но на жилищный сертификат претендовать не может. Таким, как она, труженикам тыла, льгота на жильё не предусмотрена. За счёт средств федерального бюджета у нас обеспечиваются жильём только инвалиды и участники Великой Отечественной войны 41-45 годов, а также вдовы умерших инвалидов и участников войны. Пожилой человек – заложник ситуации. Так как жильё ветхое, его не ремонтируют и аварийным официально не признают, потому что у Кунгура средств на расселение нет. Городская прокуратура готова встать на защиту Екатерины Даниловны. Ведь она – инвалид второй группы, да ещё и прописана в муниципальном жилье. При выявлении нарушений, если нарушения будут выявлены, то будем рассматривать вопрос о применении мер прокурорского реагирования. Пока проводятся проверки, жизнь в доме идёт по своему расписанию. Каждый день к Екатерине Синельниковой приходят соседи по улице. И не с пустыми руками, а с новыми бутылками. Ведь от кипятка пластик быстро выходит из строя. Юлия Долгова, Михаил Овсейчик, Пермский край.